В именах детей теперь нельзя использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные символы и не являющиеся буквами знаки, за исключением знака дефис. Или любую комбинацию, либо бранные слова, указания на ранги, должности, титулы. Соответствующие изменения внесены в семейный кодекс и вступают в силу сегодня. Почему законодатели обратили внимание на нелепые имена, говорим с Татьяной Минеевым, вице-президентом общественной организации «Деловая Россия». Татьяна Вадимовна, здравствуйте. Здравствуйте. А как вы считаете, необычное имя ребенка это проблема? Я считаю, что это может быть психологической проблемой для самого ребенка. Конечно, не для всех, но в силу сложившихся обстоятельств, тех случаев, в которых уже родители называют своих детей именами, которые могут нарушить его права, которые в дальнейшем могут послужить провокацией для сверстников. Для того, чтобы его унизить, нарушить психику ребенка. Я считаю, что эта психологическая проблема имеет место быть и в нашем современном обществе, в России давно назрел вопрос на то, чтобы и принять соответствующие законы, и дальше уже отслеживать те случаи, где действительно ребенку и его правам наносится ущерб для того, чтобы это дальше уже устранять. А не кажется ли вам, что этот запрет ограничивает свободу родителей и, собственно, ребенка? Ну, действительно, здесь нужно соблюдать баланс между правами ребенка и родителям. Конечно же, я, пользуясь случаем, хочу призвать к разумному, так скажем, названию своих детей родителей нормальными именами. Потому что права родителей ни в коем случае не должны быть ущемлены, но нужно думать в первую очередь не о себе, не о том, какое там имя можно дать. Потому что уже были случаи и Путин, и Шойгу называли, и различные там с номерами. Здесь, конечно, важен баланс, но родителям нужно думать в первую очередь о детях. А есть ли подобные запреты в других странах? Ну, безусловно, законодательство многих стран уже далеко продвинулось в этом деле. И Россия просто может взять как бы успешный пример. Например, я знаю, в Дании есть список из 7 тысяч разрешенных имен. Если там родители хотят дать какое-то другое имя, то они уже там обращаются к священнику и уже там отдельно принимаются решения. Наоборот, в Новой Зеландии есть 100 запрещенных имен. Если в Дании это разрешенный список, то в Новой Зеландии запрещенный. В Белоруссии далеко не надо ходить. Также действуют правила, где ребенку нельзя давать имена, которые могут нанести ему также ущерб его психике. И это тоже прописано в нормативно-правовых документах. То есть везде законодательство уже шагнуло достаточно хорошо. И в России только в начале этого пути. Но тем не менее, просто тот опыт, который мы дальше будем испытывать по разным именам, нам позволит приобрести дополнительную практику. Ну и будем смотреть, думаю, что на опыт зарубежных коллег почему бы нет. С должностями и ругательствами в именах все в принципе понятно. Но при этом имена ромашка, цветочек, природа, мать остаются не под запретом, правильно? Я думаю, что пока таких вот именно историй действующих кейсов я не знаю. Под запретом они, насколько мне известно, не остаются. Но еще раз, пользуясь случаем, хочу просто порекомендовать родителям этого не делать, не называть. И я думаю, что, не знаю, какое-то окружение, если семья живет в нормальном социуме, и они пойдут регистрировать ромашку в ЗАГС, то человек просто, имея обычные человеческие способности уговорить, переубедить, я думаю, что такого просто не допустят. Потому что еще раз, родители должны думать в первую очередь не о том, какое, в кавычках, прикольное имя мог бы носить, дочка или сын, а в первую очередь о детях, потому что этим детям жить в обществе. И я не думаю, что ромашка может вырасти каким-то хорошим, успешным человеком в этой жизни. А вот зарегистрируют ли ребенка под модным сейчас двойным именем, например, вот как Мария Луиз, например? Да, насколько мне известно, здесь, как у нас и было, закон не ограничивает. Можно будет регистрировать двойные имена, которые должны между собой разделяться дефисом. Можно ли будет регистрировать детей под двойной фамилией? Да, безусловно. Данный законопроект касается не только имен, но и фамилий. Двойную фамилию можно также иметь ребенку, которая составляется от фамилии отца и матери. Можно сначала и отца, либо сначала фамилию матери дать. Но там небольшая есть поправочка, что если братья и сестры должны именно носить одинаковую последовательность имена, либо папа, потом мама. Также они разделяются дефисом. Спасибо, Татьяна Вадимовна. А я напомню, мы поговорили с Татьяной Минеевой, вице-президентом общественной организации «Деловая Россия». Продолжение следует... Продолжение следует...